Привет! Приветствую вас, мой народ! Это стало хорошей традицией, собираться в уютных местечках. Спасибо большое, Всевышний, что ты дал нам эту прекрасную посиделку. Этот прекрасный сахарок. Я предлагаю поговорить сегодня о сотовых телефонах, о гаджетах, о приложениях, кто чем пользуется. Я не массовый такой потребитель. У меня всегда такие средние модели, я их теряю завидной регулярностью, ломаю, разбиваю. Могу сесть и попой просто раздавить стекло в легкую. Оксана, как ты считаешь, это закономерно, нормально для нашего общества вводить моду и зависимость к новым, следующим маркам, обновлениям? Как мы и ждем новую коллекцию любимых дизайнеров. Так и телефоны. Это закономерно? Девочки, потребительский мир стал настолько широким и необъемным, что угнаться за ним просто нереально. Извините, я решила, что я не буду покупать каждый год новый телефон. Я считаю, что эти деньги можно потратить на другое что-то более... И с нас делают реально, да, вот таких вот... Купите. Да, обязательно купите. Как только вы купили эту новую сотку, они через полгода придумали уже новую. И тебя обозвали лохом, потому что ты сослал. Производители соток дошли до того, что они меняют сотки уже, как коллекции дизайнеры. Одежду меняют ежесезонно, то есть два показа в год. Осень, зима, весна, лето. То же самое стали делать производители соток. Ну это же нонсенс. Ну давайте всю жизнь будем работать на сотки. Это, на самом деле, средство очень удобное. Для связи и не только, то есть постоянная почта у тебя под рукой. Нет, то, что телефон, он удобен, мы же не спорим. Это вообще... Почта, органайзер... Кнопочный телефон, он, допустим, не предполагал таких действий, как сейчас. Змейка как бы, да, не предполагала, чтобы... Девушкин, 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 я сколько раз вижу, да? Девочек, которые вот просто вот... или мальчиков, которые... А всегда ты куда ни приди, все сидят в телефонах. Нет, все. Давайте встретимся, чтобы пообщаться. Да, да, да. Вот как обычно это бывает, да? Вот так вот ты сидишь, разговариваешь. Ты ему говоришь, а он говорит, да, да, ты говори. А сам сидит в своем мобильном телефоне. У нас с друзьями есть такая игра, знаете? Когда вы вот собираетесь, все кладут телефон на середину. И кто первый возьмет свой телефон... И причем не важно, кто звонит, не звонит, там кто-то хочет написать, там, что нет. Все, кто первый взял телефон, тот платит за счет. Да ладно. И все сразу такие... И начинает, а возьми ты... А третьему скажи, что там... Нет, нельзя, то есть и вот эта вот игра такая, она немножко помогает тебе. И потом вот так толкуется. Все-таки остаются, а они все-таки расплачиваются. Ахаха, да. Там они сразу... Jack Daniels, давай там, труфеля, что там? Давай. Кстати, а вы посмотрите тоже, да, кто производит программное обеспечение для телефонов. Они же тоже ежесезонно меняют свои программы, причем эти обновления. Только ушел WhatsApp, появился Витчат. Только ушел Витчат, появился еще что-то. Только ушел это, появилось это. И вы загружаете, загружаете, и на все же надо ответить. И всем надо ответить. Pay one dollar. Я все-таки люблю старые традиции. Я сижу в WhatsApp, сижу в Instagram, мне нравится. Понимаете, девчонки, мы там сидим. Мы там просиживаем. Психологи уже сейчас начинают бить тревогу, утверждая, что повышенная зависимость от мобильной связи или мобиломания является психологическим расстройством. Оставшись без телефона, люди могут испытывать что-то наподобие ломки. Многие при этом чувствуют себя просто потерянными. Любопытно, что потребность быть всегда на связи чаще испытывает молодежь. Прежде всего, основным симптомом зависимости от сотового телефона является полная потеря в соответствии с тем, что возле тебя все реально. Сотовый телефон дает неограниченные возможности и стирает время и пространство. Мобильный телефон – это почта, мобильный телефон – это скайп, мобильный телефон – это социальные сети. При этом мы говорим, что у нас очень много друзей, у нас очень много контактов, у нас очень много поклонников и поклонниц. На самом деле человек остается в одиночестве. Если у человека убрать мобильный телефон, ему не к кому пойти, не с кем поговорить, не с кем даже просто сходить в кино. И тем не менее, взрослые люди способны контролировать тягу к сотовым телефонам, в то время как дети и подростки не замечают ничего вокруг, все более погружаясь в мобильный виртуальный мир. С какого возраста мы можем дать в руки детям мобильный телефон? Я думаю, что при достижении ребенка хотя бы 14-15 лет, все остальное является игрушкой. Если при ребенке сотовый телефон не использовать совершенно, если ему не показывать, через какое-то время ребенок перестает реагировать на возбуждающий его предмет, раздражающий его предмет. Мобильная зависимость – это боязнь живого общения и отсутствие положительных эмоций в реальном мире. Для таких людей звонки и смс-сообщения по мобильному телефону являются показателем востребованности. В целом, эта зависимость – результат социальных перемен, произошедших в последние десятилетия. В Казахстане зависимость от мобильной связи практически не исследована, и коррекции подлежит достаточно очень сложно. В России уже психотерапевты, психоаналитики и психологи медицинские, они уже действительно пытаются как-то лечить, и уже есть определенные результаты в оккупировании данных симптомов от длительного применения мобильных телефонов. Мне кажется, мы с Ксенон самые такие более живущие в сети, да? У меня от телефона вообще продолжение моей руки, я не могу… У меня начинается всегда мандраж, когда нет телефона рядом. А мы с тобой не в сети. Не, ну тебя нет в инстаграм. Аделья очень ярая пищица в фейсбуке. Между прочим, мне хватает того, что я есть в лицокниге. Так что, если я еще буду в инстаграме, лицокнига… Вообще, инстаграм сейчас уже называется хвастаграм. Вот Аделья, скажи, пожалуйста, у тебя вот… я вижу очень часто в фейсбуке твои посты. Откуда у тебя еще время на то, чтобы писать эти посты? Объясняю, объясняю. Вот, например, да? Я благодаря телефону могу использовать любое удобное время для работы в интернете, в социальных сетях. Это все благодаря нашим новым хаджетам. Почему я это делаю? А, развлечения тоже иногда там выкладываю. Классно, да, подарили, там, тра-та-та. Ну, в пределах разумного, потому что меня это начинает раздражать. Я стебусь, я всегда стебусь над собой, я там настроение. То есть, у меня круг моих друзей, где вот мы вот так общаемся. Но 80% всего остального – это моя социальная работа. Когда у меня хватает времени? Во-первых, много сижу в туалете. Как ты понимаешь? Раньше мы там читали. Понимаете? Я там толпал воды. Не только освежители, у меня там романы, понимаешь? Жизни проходили, судьбы, Каренины. А тут все. Сел, лалай, лалай. Уже не понял, что зашел? Что штаны-то снял? Я-то садишься в туалет, самое главное, телефон забыла. Черт. Пойду, брат, или... Дальше, телефон принеси. Я даже с продажем по-моему, не могу. Вот это вот, вот это да. Потом, я же когда кормлю ребенка, это же очень удобно. Одной рукой, да? Ты там делаешь, что хочешь, только не мешай мне, я сейчас пост напишу. Находится время. Иногда меня даже, например, мама моя, вот она ругает. Она говорит, там, ты вот бывает сидишь, ешь и ковыряешь в телефоне и так далее. Это болезнь, это зависимость. Я сейчас вот смеюсь над всеми, я не говорю, что... А я нет, я не такая. Я тебя понимаю, когда дело касается социальных проектов или чего-то значимого. Ну просто потрындеть... Вот позырь другие фотки. От нечего делать, понимаешь? Где она была, куда ходила, в чем, что делала. Нет, подожди, Адель, мы ведь подписываемся на людей, которые нам интересны. Это не так много мусора, как в голове. Правильно? Нет, смотрите, я не хочу покупать журнал. Почему я не могу подписаться на какой-то журнал в Инстаграме? Мы подписываемся на то же самое. То есть я читаю там Дольче Габбан, мне интересно, что выкладывает он, там, как, не знаю, там, какие-то, ну, то есть, какие-то интересные люди, которые делают интересные фотографии, не просто свою... Да, делайте в том, что вы живете в социалке. Я там каждый день. Вот у меня, например, есть библиотека, полка книг, да, и туда можно скачать. У меня там только детские пока книжки, потому что я дочи читаю. Но можно скачать книги. Я читаю братика Рамазова с телефона. Я его читаю уже полгода, потому что там уже невозможно разбедеть этот секрет. У меня голода устоит, но я читаю все равно, то есть, когда есть свободное время. Вот смотри. Очень удобно. Извините, с телефона сейчас даже где-то, да, закачивают молитвы, например. Я вот видела там, что там кто-то заболел, она говорит, давайте молитву скину. Может быть, это, конечно, ужасно, да, звучит. Скинь мне молитву по WhatsApp. Да. Но с другой стороны, она прислала тебе текст, да, там, например, суры или молитвы, там, не важно. И человек как бы вот там помолился, например. Тоже какая-то духовность есть. Мне, например, не хочется иной раз встречаться с своими какими-то подругами, потому что я знаю кого-нибудь дела. Потому что они выкладывают там всю информацию, что они делают ежечасто в Instagram, там, куда-то, не знаю, в Twitter. Да, анализ. Сходила в больницу, сходила в магазин, ребенку там кто-то купила. Здесь окей, я все знаю. Нет, мне еще, это ладно, ты знаешь по факту, что там больница была, магазин, цвет мочи и все такое. А когда идет где-то мимо, сфотографировала букет роз или еще хуже, там, в гугле скачала, там, охапку роз. Спасибо, любимая. Как приятно получать цветы, непонятно от кого. Раз, два, три, поехали. Очевидно, что мобильная фотография, мобильный фотоаппарат в любительском сегменте выходит на первое место по сравнению с обычными фотоаппаратами. И, ну, здесь есть, на самом деле, ряд преимуществ, да, например, у мобильного телефона перед настоящим фотоаппаратом. Во-первых, скорость получения изображения, скорость его обработки и скорость публикации. Если раньше нам было достаточно просто сфотографировать, обработать, то сейчас главная цель у фотографии – это поместить ее в социальную сеть, поделиться ею с друзьями. С телефона эта простота публикации дает такой минус, то, что мы начинаем снимать все подряд и, ну, грубо говоря, просто снижаем качество и снижаем планку своих фотографий. Раз, два, три, воу! По сути, мобильный фотоаппарат, он ничем не отличается от обычного фотоаппарата в плане техники съемки. Вы должны соблюдать те же самые правила, что и при съемке на обычный фотоаппарат. Вы должны следить за светом, вы должны следить за сюжетом, вы должны следить за локацией. То есть, должны ответить себе на три вопроса. Что вы снимаете, где вы снимаете и как вы снимаете? Первый совет, который можно дать – это снимайте при достаточном количестве света, то есть света не может быть мало. Никогда не фотайте со вспышкой, да, только если это крайне тяжелые условия, там, темнота, что такое, на улице, в освещенных помещениях, отключайте вспышку. Вспышка делает ваши фотографии неинтересными и плоскими. Снимайте все подряд, снимайте историю. Никогда не фотографируйте еду, просто забудьте этот жанр. Скорее всего, это получится некрасиво и невкусно. В каждой камере есть такая настройка, как экспозиция и резкость. То есть, снимая на фотоаппарат, вы можете нажать на тот объект, который вы снимаете, и экспозиция и резкость будут настроены именно по этому объекту. Заведите социальную сеть, в которой вы будете каждый день публиковать одну самую лучшую фотографию. Это может быть Инстаграм, там есть много офигенных фотографов, в которых можно смотреть примеры, что и как снимать. Это интересно, и плюс у вас будет стимул развивать свой навык публиковать фотографии. Интереснее, разнообразнее. Пальцем тоже потыкаю, смотрю, вот эту тему и Сталина. Офигенно ты получился без масочки. Смотрите старые книги, там очень много интересных сюжетов. То есть, в принципе, сюжеты все схожи. И раньше люди любили фотографировать себя, люди любили фотографировать все, что вокруг. Сейчас, кстати, в моде как раз те самые фильтры, которые эмулируют старые пленки. То есть, пленки там... Именно так выглядела фотография 40-50 лет назад, то, что мы видим сейчас в Инстаграме. Придумывайте. Ваша фотография зависит от ваших идей. То есть, может быть, фотография – это не техника, это не то, чем вы снимаете. Фотография – это то, как вы снимаете. Чехлы, 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 чехлы. Аксессуары, да, тоже? Чехлы стали неотъемлемым аксессуаром для одежды осень-зима и вообще летом. Акгей, люди, давайте носить чехлы. Чехлы модны с ушками, чехлы модны аниме. Я вот ношу просто из каких-то соображений. Я не наделала, что на сердце не предохранилась. Я хочу сказать, вот за твой чехол, если уж говорить о трендах, респект. Все остальное, когда девочки берут новую модель популярного телефона, такие все сами, такие вот у них там все фейки, фейки вокруг нас. Они приходят с телефонами, они чемпионы мира по говнолукам. И у них вот какой-нибудь вот такой, еще там стразы сваровские плавающие. Я считаю, ты от того, что у тебя богатый чехол, ты себя богаче не сделаешь. Ты тогда верту платиновую покупай и нормально там, что-то там, какой-то хороший аппарат. А вот это вот... В образе, чтобы позволять какие-то там няшные или какие-то модные и там, ну, прям такие вот. Ну, у меня был чехол с цветочками. У меня был чехол с зайчиком, но не с ушками, а просто нарисованы. Кстати, знаешь, я скажу, мне очень нравятся чехлы с хорошим принтом. Там вот как раз, по-моему, с цветочками, под винтаж, с флагами. То есть хорошего качества. С хохломой. С хохломой, разные совершенно. Потом мне нравилось еще, кстати, когда уже мы все поняли, что чехлы это тренд, такие же, как и там какие-то другие аксессуары. А у нас, по-моему, была акция у казахстанских дизайнеров. Они сделали, кажется, сделал свой вариант чехлов. И покупая его, ты там денежки куда-то в благотворительность вносишь. Я предпочитаю все-таки брать дорогие, хорошие чехлы из крокодиловой кожи. Пусть они даже будут имитированы под кожу крокодила, потому что я тоже не сторонник убивать животных. Если у вас очень много денег, да, или там какие-то вы сумасшедшие абсолютно, меняйте чехлы сколько угодно. Но лучше, если у вас мало денег, возьмите классический, и дорогой. И чтобы он функционально предостерегал ваш телефон, уберегал ваш телефон. И выглядел под все. Понимаете? Вот кожаный, солидный. Нет, чехол это во все времена. А девочки, вы помните, одно время был такой трэш? К телефону подключалась такая силиконовая трубка. Доиловая, это рингтоны. Доиловая, доиловая, люди брали. Это как аксессуар просто. Ну аксессуар, но это было, с одной стороны, с одной стороны, с другой стороны. Нет, рингтоны, они уже показывают, что человек слушает. А знаешь, что показывают, когда ты звонишь по телефону, и там вместо будков стоит какая-то демильная мёдя. Нет, иногда у моих подруг загружают просто это дети. Ты даже не знаешь, ты утром проснулась, понимаешь? А тебе кто-нибудь звонит, и у тебя там... Я вообще выскажу. Когда у человека на телефоне играет какая-то модная, да, будем говорить? Модная, популярная, трендовая музыка. На Данила, правда? Ну нет, почему? Когда она классная, когда там какой-то Бруно Марс или там что-то. Айкона поп, икона поп. Ну что-то хорошее такое играет. Ты Айкен вспоминаешь? Или Айкен играет. Почему нет? Да, даже если у меня на телефоне будет играть, как дела у тебя? Очень даже неплохо. Ну, когда играет непонятно что, то есть там вот уже вот тут, и еще у человека она только начинает играть, а он сбрасывает и на встрече сидит. Она опять там... Не, давай. О, боже, какой мужчина. Да, вот. Ну, насчет того, что как тебя звать, ты сам себе эти позывные выбираешь. У меня они всегда, по-моему, стандартные, там, что вот установлено. Но это я просто ленивая и тупая. Но что касается внутренних звонков, не слушай гудки и скучные, и закачай себе мелодию. Народ, ну это вообще разводило. Или вот так. Вы позвонили, самый обаятельный и привлекательный. Я сейчас... О, боже, мама звонит. Еще вот это вот какое-то вот с ошибочками. Сами себя короновали. Потом, понимаете, извините, да, меня как бы бесит тоже. Вы позвонили в генеральную прокуратуру. Ждите звонка, вам ответят. И типа разводили. Смешно напугали, да? Да, да, да. А потом там... Алло, 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 да, это Оксана, маникюрщица, да? Да. Что это такое, да? Ну да, это мы что-то злые. Я такая злая. Скажи мне, что Озерингтон тебя играет, а я скажу, кто ты. Девочки, в моде, в моде в этом сезоне Долго звонить, потому что надо дослушать песню. Звезды, любовь, что-то там поют мне песни вновь. Девочки, подыграли. Судьбу, в конце. Подыграли. Чёрная моя любовь, чёрные глаза. Ну, неважно, чёрные глаза. Чёрные глаза. И потом, алло, да, а я не могла взять, я песню слушала. Ага, нормально, потанцевали. Всё, договорились? И если, не дай бог, она вибрировала, там, о-о-о, антицеллюлитный массаж. И это музыка 16-битная, когда... Аж выключи, скорее, хотела бы быстрее погибнуть. Или, по-моему, она была без вибраторов, наверное, да? Вибратор был, но он был очень жгучий. Вот, вибратор, ты помнишь? Его можно было применять не по назначению. Жгучий, да, жгучий вибратор. Ну так вот, поговорили и о сексе чуть-чуть. Слав тебе, Господи. Я нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА